Так, добрый день, уважаемые зрители, добрый день, уважаемые онлайн-зрители, начинаем наш клубный день. Сегодня тема называется «Как стать успешным инвестором в актуальных реальностях, современных реальностях». С вами Кирилл Ордович, менеджер, преподаватель официального партнера Alpari в городе Минске. Для тех, кто нас смотрит в онлайн, я напомню сразу, что вы можете задавать свои вопросы в чат, пишите, что хотите спросить, что добавить, уточнить. Я вижу все ваши вопросы, стараюсь на них отвечать сразу же, как только появляется. Если окно чата не активно, вопрос задать не получается, тогда надо либо авторизоваться в личном кабинете, ввести логин и пароль на сайте Alpari.ru, либо же личный кабинет зарегистрировать, если пока у вас его нет. Регистрацию у вас буквально 2 минуты отнимет, в принципе, можно дальше уже зарегистрироваться. Для тех, кто очно нас смотрит, если вопрос появляется, просто руку поднимайте, и тогда уже можем обсуждать. То есть сегодняшний день у нас построен, будет таким образом, постараемся провести в каком-то диалоге, потому что знаю много у вас вопросов, что вы хотите спросить. Возможно, на все даже не смогу ответить, но на что смогу ответить, то отвечу. Сегодня мы поговорим про инвестиции, об инвестиционных сервисах и о возможностях заработать сегодня в современных реалиях, в современных условиях. Прежде чем разбирать сами инвестиции, давайте вспомним вообще, что это такое, чтобы вам было понятно. По сути, инвестиции – это вложение, скажем, средств для того, чтобы получить на них прибыль. То есть вкладываем и деньги, для чего? Для того, чтобы получить еще больше денег. Но прежде чем разбирать сами инвестиции, я всегда люблю, скажем, приводить пример друзьям, знакомым по поводу инвестиций. Потому что много непониманий вообще, зачем это надо, что это такое и так далее и тому подобное. Есть один умный человек, он в принципе нарисовал собственно такое понятие, как квадрант денежного потока. Я сильно заморачиваться не буду, но идею, которую я когда-то уловил, скажем, из этого момента, она до сих пор меня преследует. По сути, есть квадрат, разделю этот квадрат, скажем, на несколько вариантов. То есть опирало все дело на деньги, то есть откуда из-за чего мы, собственно, их получаем. То есть первое, это был, собственно, R, то есть самостоятельный. Так, здесь у нас будет, короче, владельца, здесь инвестор. То есть по сути буквы что-то обозначает. Я тут отодвинусь, чтобы было видно. То есть, ну, первая часть, да, это все, скажем, зоны, сферы получения наших доходов, которые мы имеем, да, и которые мы, собственно, получаем. То есть R, это, собственно, работник, да. По сути, мы ходим на работу, да, и выполняем какие-то определенные обязанности, за это нам платят деньги, да. То есть, опять же, по договоренности. То есть то, что делаем, да, то и получаем. По сути, чем хорош, скажем, этот источник дохода, да. Источник в том, что он практически доступен 7, то есть, ну, в любом случае можно устроиться на самую разную работу, скажем, там, высокооплачиваемую, не высокооплачиваемую, ну, в любом случае без работы не останетесь, да. И можно, скажем, где-то халявить, где-то халтурить, ну, в любом случае, соответственно, и получится, да. Собственно, следующий, скажем, этап – это работа на себя, да, то есть, скажем, частные предприниматели, индивидуальные предприниматели. По сути, вы, например, вот здесь, допустим, занимаетесь вы электрика электрик до вы можете работать на кого-то а можете работать собственно электриком на себя правильно чем проблема скажем работать и вы хороший специалист разбираетесь есть у вас заказа пожалуйста да опять же как бы все замечательно прекрасно но есть тоже свои плюсы свои минусы да здесь собственно вы владели скажем бизнеса то есть если первом случае например у электрик работаете на компанию какую-то которая заказывает услуги электриков то в данном случае вы владелец данной компанией. То есть, опять же, все это дело связано с электрикой. Причем, вы можете, как, скажем, и сами работать в этой компании, так и просто содержать, скажем, наемных рабочих. Есть следующий момент, это, собственно, инвестиции. То есть, момент именно инвестиций. Что это значит? Это значит, что мы уже вкладываем просто-напросто деньги, то есть, развитие бизнеса, работников и так далее. Чем, скажем, где плюсы, где минус всех этих секторов? То есть, естественно, самый начальный, самый незащищенный сектор – это рабочий. Почему? Потому что можно запросто лишиться работы. Это первый вопрос. Второй момент – это то, что, скажем, этот сектор, он приносит нам деньги только тогда, когда мы работаем. То есть, если вы ходите на работу, все замечательно, все прекрасно, идет зарплата, капает зарплата и так далее. То есть, если вы, собственно, на работу не ходите, то денег нет, зарплаты нет. То есть, источник, в принципе, он работает только тогда, когда вы работаете. То есть, нет работы, собственно, нет денег. Дальше. Собственник, скажем, бизнеса, когда вы работаете сами на себя. То есть, аналогично то же самое. Если вы, собственно, выполняете какие-то заказы определенные, заявки, то и деньги будут. То есть, нет заказов, нет денег. То есть, нет… Вы там заболели, уехали куда-то. То есть, работа стала, все. То есть, тоже источник, в принципе, немножко заглох, скажем так. Дальше. Если вы, скажем, владелец компании, здесь уже немножко по-другому. То есть, в любом случае, источник, скажем, зависит от того, конечно, какую вы там роль выполняете. То есть, выполняете ли вы, скажем, там непосредственно руководство, или вы просто собственник, там, учредитель и так далее, компании. Здесь уже по-другому. То есть, здесь не важно особо, работаете вы или не работаете. То есть, вы можете позволить себе какие-то передышки, да, какие-то перерывы, куда-то уехать и так далее. Но, в любом случае, если вы занимаетесь операционными, скажем, моментами, все равно надо следить за бизнесом, да, то есть, чтобы не упустить какие-то стратегии и так далее, развить, принимать. То есть, в любом случае, тоже требует от вас, скажем, этот источник дохода, какого-то активного участия, но пусть и не такого, скажем, сильного, как прошлой сферы, да, ну и инвестиции, да. То есть, что это за, скажем, источник доходов, что это за момент такой. То есть, в принципе, инвестиции, они работают независимо от того, какой сегодня день недели, да, и работаем ли мы, либо не работаем. То есть, по сути, эти вложения, они должны приносить доход, ну, в любом случае, в любом времени, да. То есть, неважно, то есть, вышли вы на работу, не вышли и так далее, да. То есть, инвестиции, это вложения, они будут приносить вам доход. То есть все, скажем, вот эти плюсы всех этих секторов, да, они перечеркиваются, в принципе, одним именно инвестициями, то есть к этому и надо стремиться, да, то есть, говорю еще раз, не я придумал, да, умные люди придумают, мне просто эта идея очень сильно запала в голову, да, когда иногда не очень хочется подниматься на работу, но понимаешь, что если ты не пойдешь, то, в принципе, ничего не заработаешь, да. И как здорово живется, например, там миллионером, миллиардером, которые вложили свои деньги и, по сути, просто кто-то там подался в филантропу, да, то есть, там благотворительностью занимается, кто-то еще чем-то куда-то, ну, одиншкин работает, что-то замечательно, прекрасно, да. Но, в принципе, касаемо инвестиций, да, здесь есть один нюанс, один момент. Почему? Потому что сегодня нам про инвестиции известно очень мало, да. То есть, известно только, что это какое-то модное слово, да, обычно, там, чем занимаешься, да, а я, там, инвестор или инвестируешь, что-то сразу, там, воображение рисует просто, там, бешеные картинки, у человека куча денег, там, да, он ничего не делает, а ему деньги все идут и идут и идут и дальше сыплются просто с неба деньги, да, то есть, инвесторам. Такой момент. Ну, этот момент, конечно, не совсем правильный, да, почему? Потому что у нас, в принципе, отсутствует общее понимание вообще инвестиций, что это такое, зачем это надо, да, и чем его идет, да, то есть, зачем это надо, я думаю, вам эта мысль тоже должна отложиться в голову. То, что инвестиции, да, они приносят прибыль в любое время, скажем, в любой момент, независимо от нашего участия, то есть, мы можем их только корректировать немножко, немножко поправлять, да, но в то же время, если, скажем, инвестиции работают, то они и будут работать, то есть, мы можем дать себе выходной. Поэтому основной, скажем, момент, да, ну, и в жизни больше упор надо делать именно на инвестирование, да, но какие варианты инвестиций, инвестирования, мы сейчас, в принципе, и поговорим, да, что можно считать инвестициями, что нельзя считать инвестициями, какие у кого есть идеи, скажем, кто может что предложить, ну, на ваш взгляд, инвестиции, ну, что? Ну, окей, давайте по порядку, на доске набросаем варианты, да, недвижимость, да, недвижимость, причем недвижимость может быть разной, может быть жила, может быть бизнес-недвижимость, коммерческая недвижимость, да, все уже, скажем, делал паузу, дальше еще такие варианты у кого, кто что? Ну, депозиты банковские, давайте депозиты выделим, да, то есть, как инвестиции, дальше, акции, да, то есть, акции фондовый рынок дальше у кого еще какие есть идеи в чат тоже можете писать вижу андрей пишет вклад в банке да еще кто еще что предложит бизнес да то есть онлайн оффлайн бизнес согласен бизнес как онлайн так и оффлайн направление различных дальше еще какие способы варианты кто куда что готов вложить деньги инвестировать ну вернее как бы рассматриваем это с точки зрения инвестиций вот подписывает андрей инвестиционные фонды совершенно верно то есть но скажем фонда инвестиционно какие там уже есть боевые а это я фонда да то есть тут уже инвестиционные фонды да очень важно прозвучало скажем из зала у нас инвестиция да это знание образование скажем образование образование да то есть знание дальше какие еще кто кто что предложит вот драгоценные металлы пишет алексей пишет драгоценные металлы да драгоценные металлы так сейчас минутку пока переключимся инвестиции в здоровье да ну здоровье скажем тут инвестиция как бы так а ты здоровья это может сказать а по умолчанию то что мы должны поддерживать и вкладывать да это скорее не инвестиции да потому что какую мы отдачу скажем от здоровья то есть вложили мы скажем а в здоровье 100 долларов хотим чтобы нам здоровье еще сотни сверху вернуло да то есть нельзя сказать что это собственно инвестиции то есть это как должное это то что мы должны поддерживать постоянно максимально высоком уровне да то есть здоровье вот то есть принципе то что мы набросали даты что-то я еще подбрасывал можно собственно добавить я добавлял еще допустим тот же антиквариат да то есть антиквариат инвестиции в старину можно так сказать антиквариат фонды ну можно добавить допустим те же опционы да то есть но опцион не бинарные естественно опционы классически настоящих каждым самый что ни на есть до американские опционы там допустим ну и собственно можно так сказать инвестиции на финансовых рынках финансовые рынки то есть как вы видите видите вариантов множество просто для инвестирования да да инвестиций для вложений то есть идей множество причем скажем каждый пункт То есть десятку мы набросали буквально за 5 минут. То есть мы примерно представляем, что такое инвестиции и какие могут быть вложения. А теперь давайте немножко пройдемся по каждым плюсам. То есть повычеркиваем то, что интересно, то, что не очень интересно, то, что доступно, недоступно. Вообще можно инвестиции сравнить по каким параметрам. Я просто не хочу стирать, но параметры может отметить для себя. А вообще первое, что важно, это, конечно же, доходность. Алексей Пиф пишет вопрос. Мы отметили уже под пунктом 5 инвестиционные фонды. Тут могут быть ETF, могут быть Пифы. То есть тут уже на выбор. В любом случае фонды. То есть первое, конечно, что важно для инвестиций, это именно доходность. Либо отдача этих инвестиций. А следующий момент, это, конечно же, надежность. Инвестиции, чтобы инвестиция защищена. То есть желательно, чтобы вообще гарантированная была доходность и высокая, конечно. Дальше, что еще, скажем, что еще влияет на подход наш инвестиционный? Конечно, порог входа. То есть с какой суммы можно начинать инвестировать. Если инвестиции, например, дают хороший процент, хороших гарантий, но с миллиона долларов. Ну, замечательно. Можно только порадоваться до этих инвесторов. Дальше, собственно, что еще можно? Сроки. Да, то есть период инвестирования. То есть на какой период. Причем желательно, чтобы период был какой свободный. То есть чтобы мы могли, ну, не обязательно ждать год, два, три, пока мы эти деньги заберем. Желательно, чтобы уже на следующий день был какой-то результат, который можно было забрать. Дальше надо отметить прозрачность наших инвестиций, чтобы мы могли следить, в принципе, как деньги наши работают. Работают ли вообще в принципе, насколько хорошо работают. Евгений, она помогает, помогает Евгений доходность, пишет в чате. Вот Дмитрий тоже писал предметы искусства в чате. Да, я их выделил в антиквариат, восьмой пункт. И тоже еще искусство можно. Да, искусство. Вот, дальше продолжаем. Что еще, скажем, важно для наших инвестиций? Это, собственно, можно сказать, их возможность накопления, возможность оперативного увеличения инвестиций. То есть если, скажем, доли, например, порог, вернее шаг инвестиций 100 тысяч долларов, то если у нас пятерка какая-то свободная появилась, то мы не сможем ее правильно воспользоваться, грамотно воспользоваться. То есть это, скажем, только несколько факторов, которые я обозначил, да, которые привел, которые действительно могут повлиять. Так, скорбек, риск, да, то есть риск тоже. Я называл по поводу риска и гарантия, да, то есть инвестиции. Вот, что ж, давайте, наверное, пройдемся, попробуем выбрать, скажем, некоторые варианты, которые наиболее интересны, да, и доступны, допустим, для нас там, ну, нет у нас, скажем, миллиардов, да, есть большое желание начать инвестировать. Вообще у нас, да, то есть про инвестиции мало кто, что говорит, в основном говорят о, в новостях, о каких-то зарубежных инвестициях в экономику в общем, да, то есть такое просто устоявшееся, скажем, словосочетание, которое там журналисты, которые пишут, мало понимают вообще, что это в принципе, да, там зарубежные инвестиции там какие-нибудь и все. А что это, как это, где это, никто в принципе не понимает, да, в отличие от нас, допустим, та же Европа, те же США, они уже там, ну, с ранних лет, да, прекрасно понимают вообще природу денег и как эти деньги работают, как встроенные и, собственно, неудивительно, что у них там уже, как только начинаются первые какие-то поступления в виде зарплаты, там, доход, да, они начинают эти деньги инвестировать, то есть они уже рассматривают варианты инвестиций, у них там у большинства, скажем, даже тоже среднего класса есть финансовый консультант именно вот их семьи, да, который ведет, курирует, там, смотрит доходы, да, и дает рекомендации, то есть, например, там, столько-то вам в этом месяце лучше отложить там в акции, да, такие-то там акции, в этом месяце, например, вам нужно там перевести что-то, в этом месяце вы можете, если там вы инвестируете, то вы получите какие-то налоговые вычеты, да, то есть это все поставлено на поток и действительно, как бы, сфера очень крупная и обороты большие, да, у нас же максимум, что могут сказать, это просто какие-то невнятные слова, там, инвестиции, хорошо или плохо, да, и все, то есть, а вообще сложно где-то вычленить вообще информацию, с чего начать, да, то есть, вот, есть большое желание начать инвестировать, да, а что, где делать, ну, никто не знает, да, то есть, есть инвестиции, как бы, а их нету, да, ну, вот касаемо, допустим, есть той же недвижимости, брать, да, то есть, с точки зрения порога входа, да, ну, это я сужу по Минску, например, ну, квартиру тоже купить, да, если мы хотим инвестировать ее, ну, я думаю, порог будет высоковато, да, то есть, 1040 надо как минимум, либо 50 лучше, да, чтобы что-то более-менее приличное купить, то есть, 50 тысяч долларов порог входа в такой инвестиционный инструмент, да, то есть, ну, можно сразу его отмести, да, то есть, я смотрю, ориентируюсь, допустим, на себя, да, вот Владимир пишет в новые технологии, да, ну, это, можно сказать, стартапы, да, добавить в часть, пишет, добавим стартапы, 11 обязательно, только чуть попозже, да, то же самое и коммерческая недвижимость, там, еще больше, да, порог входа, то есть, огромнейший просто, не всех таких денег нету, дальше, по поводу того, что там жилье, да, является хорошей инвестицией, которые нам рассказывали на растущем рынке недвижимости, на перегретом и разогретом рынке, да, когда, скажем, квадратный метр устанавливался просто, ну, с потолка брался, то есть, никаких обоснований не было, то есть, затраты умножали, там, на 100% застройщик, да, и вот у нас квадратный метр был. По сути, ну, как бы, был спрос, предложение, да, то есть, если был спрос, люди, скажем, имели деньги, да, то есть, рынок просто был разогрет, да, сегодня мы можем сказать, скажем, что недвижимость, а это хорошая инвестиция какая-то, ну, какие мысли, ну, не то, что плохая, да, то есть, хорошая с точки зрения, если мы купим квартиру из расчета, что наши дети, там, когда подрастут, будут в этой квартире жить когда-то, да, ну, я, к примеру, говорю, да, вот, соответственно, если кто-то покупал на разогретом рынке, буквально, там, три года назад какую-то квартиру, недвижимость, да, то смотрит сейчас и, возможно, кусать локти, ну, возможно, уже смирился, да, то есть, еще один момент, который, скажем, не совсем хорош для оперативного инвестирования, какой, это то, что, во-первых, все сделки сложно производятся, это раз, во-вторых, собственно, время сделки, да, время самой операции большое, то есть, чтобы купить, продать, там, квартиру, да, то есть, ну, это, допустим, недели надо, да, то есть, можно уложиться самим быстро, ну, я имею в виду, если есть покупатель, есть продавец, и вы сошлись в цене, да, то есть, это ни час, ни два, допустим, Андрей даже пишет, недвижимость в РФ не работает, согласен, так же, как и на всем постсоветском пространстве, да, дальше, то есть, добавиться оперативно в эту инвестицию мы тоже не можем, как, почему, да, то есть, было 50 тысяч, например, купили квартиру, появилась еще, там, десятка свободная пятерка, да, то есть, до новой квартиры мы не, ну, только сарай предлагают купить или гараж, да, можно, конечно, так сделать, но до новой единицы, да, то есть, мы не дотягиваем, то есть, очень широкий шаг получается, чтобы эти деньги вкладывались, либо перекладывались, да, а дальше момент, естественно, все это покупается, если, скажем, ту же недвижимость, то покупается из расчета, что эта недвижимость будет сдаваться, да, опять же, сдаваться сейчас расценки не такие уж и большие, да, то есть, на съем недвижимости стоимость аренды немножко снижается, если брать коммерческую недвижимость, там вообще сейчас аховая ситуация, как у нас в Минске, например, ну, бизнес-центры, торговые центры, да, наполовину заполнены только, вот, и, в принципе, то же самое будет дальше продолжаться, да, то есть, в общем, отметается, почему вот такой был раньше большой спрос на недвижимость, и почему, вот во всех книжках, да, там люди, да, которые дают советы, там, по инвестированию и так далее, писали, что вот недвижимость – это самое лучшее, что может быть, да, ну, во-первых, спрос был, потому что был растущий рынок, это первое, да, второе… 10 лет же он работал, да. 10 лет рос дикий репетент. Ну, вот, отвечает. Вы сейчас смотрите в ситуации кризиса, да, то есть, недвижимость в ситуации кризиса, она всегда, то есть, здесь надо говорить о волатильности, да, высокая волатильность, так же, как для реальных активов, да, висущая высокая волатильность. Ну, здесь по поводу, вот, например, недвижимости, да, города Минска, когда квартира, да, квартира стоила, например, 5 тысяч долларов, да, и буквально там через 5 лет она уже стоила 50 тысяч, да, то есть, ну, это просто-напросто был, скажем, разогретый рынок, был спрос, пошли деньги, все начали, собственно, ее скупать, да. В любом случае, она в перспективе, то есть, когда ситуация экономическая выровняется, недвижимость будет расти к цене, и говорить о том, что недвижимость – это плохая инвестиция, ну, нельзя, так же, как любая инвестиция, да, то есть, надо оценивать стоимость, да, реальную стоимость. Реальная стоимость, то есть, если мы берем, скажем, стоимость затрат, да, там, квартиры дома, смотрите, цены на недвижимость могут выровняться, и через 10 лет можете вернуться к прежним, но получается, что 10 лет ваши деньги просто были заморожены, они нигде не работали, они просто лежали мертвым грузом, да, вы сохранили их, но вы их не приумножили. То есть, основная идея, скажем, да, вот, которых те же западные экономисты, почему недвижимость? Потому что у них кредиты 3% дают под недвижимость в год, да, они могут себе позволить купить там дом, либо квартиру в кредит, и за счет арендных платежей, когда они ее сдают, погашать вот эти кредиты, да, то есть, поэтому этот механизм работал и говорил, что это самое классное вложение, да, то есть, покупают там какую-то квартиру, сдают, и за счет ее платят, собственно, на банковские проценты, да, но вот так же в чате пишут слишком долгосрочная инвестиция, да, вот, ну, опять же, есть свои плюсы, да, есть свои минусы, в крайнем случае у вас хотя бы будет крыша над головой, да, если вы будете инвестировать в недвижимость. Дальше давайте пройдемся по поводу депозитов банковских, да, основной, скажем, момент какой по депозитам ставки не самые большие, да, то есть, процентные ставки сейчас оставляют желать лучшего, это первый момент. Второй момент, как, например, сейчас у нас в Беларуси, да, то есть, будут облагаться еще налогом доходы по депозитам. Так что, скажем, популярность свою они действительно теряют, то есть, вложить сейчас депозит банковский не самый лучший вариант, ну, с точки зрения, если сохранить деньги, да, но насчет приумножить, возможно, надо поискать что-то другое, да, к слову, в тех же штатах, опять же, на депозитах, то есть, полтора процента годовых у них процент под депозитом, плюс они также платят налоги с полученной прибыли, то есть, ну, абсолютно непопулярный продукт, абсолютно непопулярная мера, там, никому не нужна, да, вот, ну, правильно, подскажет, инфляция съест весь процент под депозитом, то есть, если в рублях еще какие-то ставки более-менее, если в валюте, да, то есть, они копеечные. Ну, по сути, депозит, скажем, опять же, 5-6 процентов сейчас никто не дает, сейчас дают, по-моему, там в районе 4 процентов под депозитом, да, и плюс же с них еще заплатить 13 процентов, ну, налог, если мы там меньше двух лет, если я не ошибаюсь, там, по-моему, два года, вот, ну, надо разбираться, да, ну, главный факт то, что все равно еще придется даже с этой крохотной прибыли еще и заплатить налог, да, то есть, раньше было свободно. Единственный плюс то, что, как бы, пока еще, да, то есть, депозиты, они возвраты гарантирован государством, да, ну, тут гарантия, скажем, какая-то есть, какой-то нет. У нас большинство людей инвесторы, я знаю, всех пенсионеров депозитов, всех депозитов, так что белорусы, как инвесторы, в качестве депозитов, ну, как правило, да, вот по поводу вот депозитов, да, если, соответственно, других вариантов просто нет, то есть, нет фондового рынка, нет более других доходных вариантов, да, облигаций, частных облигаций компаний, доступа на рынки. Но, опять же, это касаемо частных, скажем, случаев, да, вот обсуждаемый вопрос в Беларуси, потому что наши девальвации, когда были, вот, после них, соответственно, был момент, когда по депозитам ставки были 50% голодовых, я помню, 56, и, соответственно, была возможность получать довольно-таки высокую прибыль, да, и вовремя, скажем, эту прибыль отчислять, переводить в твердую валюту, да, то есть, был такой момент, но, опять же, это все достаточно условно, да, то есть, можно сказать, что приходилось маневрировать. Давайте дальше пройдемся. Что мы там обозначили, да, то есть, акции, фондовый рынок, да, то есть, по поводу акций, здесь тоже, скажем, вопросов больше, чем ответов, да, но в любом случае инвестирование, да, тоже хороший момент, хороший вариант. Единственное, что рассчитывать там на какие-то, скажем, долгосрочные инвестиции тоже не приходится, почему, да, то есть, можете посмотреть, что хорошо это все дело работало, когда, там, 50-е, 60-е годы, да, там, у меня бюро американский рынок, когда, по сути, был бычий рынок, все росло, все развивалось, да, то есть, оттуда пошло суждение, вложил и забыл, вспомнил, продал, да, то есть, такой момент, то есть, вложил, забыл, через 20 лет, там, у людей, действительно, миллион накапывали, да, но сейчас немножко другой вариант, если вернуться, допустим, к российскому рынку акций, к фондовому рынку российскому, да, который, ну, буквально сейчас тоже уже качество в стартерары, да, сегодня, например, индекс РТС минус 6%, да, за день, за сутки, вот, по сути, да, кто там, много еще сидят, допустим, знаю, в позициях, кто когда-то покупал акции Газпрома, там, по 500, по 600 рублей, да, когда он сейчас, там, по 270 торгуется, сидят и ждут, что, возможно, да, все-таки он откатит и все-таки получит тоже часть народного достояния, как пишут в газетах, да, так что насчет акций, здесь тоже есть один нюанс, какой, если вы не владеете, скажем, там, профессиональными навыками, да, то есть, по сути, если вы не спекулянт, да, то есть, о долгосрочных вложениях в акции, пока стоит задуматься, либо необходимо очень глубокое понимание вообще рынка и функционирования мировой экономики, да, и функционирование тех компаний, то есть, акций, которых вы покупаете, да, это первый у меня, второй момент, опять же, порог входа, да, то есть, если, например, сразу, вот, обычно, пилот, пример, там, покупайте акции Google, там, либо Apple, да, окей, акция одна Apple стоит 100 долларов, да, то есть, что вы одну акцию купите, там, на зарплату или две акции, да, то есть, продаются пакетом по 100 штук, да, то есть, считайте, 100-10000 долларов, это, скажем, минимальный пакет будет акций ваших, да, то есть, у Google, по-моему, там, в районе 500 долларов торговалась акция, то есть, опять же, 100 акций, минимальный пакет 50 тысяч долларов, да, то есть, довольно-таки высокий порог входа, первый, да, второй момент, это то, что надо обладать навыками, опять же, инвесторскими, либо спекулятивными навыками, да, то есть, опять же, тоже повышает планку порога входа, ну, и по доходности, да, то есть, по доходности можно получать довольно-таки неплохие проценты, но также есть высокий риск, скажем, остаться вообще ни с чем, да, то есть, здесь, уже в этих инвестициях вся ответственность ложится именно на вас, то есть, по поводу акций. Вот, давайте дальше идем, если есть какие-то вопросы, напомню, в чате можете задавать, да, то есть, у нас сегодня, скажем, тема такая, вместе обсудить вообще варианты, что есть, что хорошо, что плохо, да, и посмотреть, скажем, что у нас остается, да, дальше, да, акции, фонды, да, то есть, идем по бизнесу, по поводу онлайн, офлайн бизнеса, да, здесь тоже, скажем, довольно-таки много моментов, почему, да, потому что, ну, практически любой бизнес, он замечательно развивается на растущем рынке, то есть, когда все идет в гору, когда, скажем, вся экономика идет в гору, тогда, в принципе, бизнес развивается замечательно, как только идет какое-то сужение, коллапс, тогда начинаются, собственно, моменты, да, то есть, да, кто-то скажет, что, там, прекрасно у него бизнес работает и в кризис, и не в кризис, и в рост, да, ну, это частный случай, единичный случай. Бизнес, он, 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 он бывает разным, то есть, ну, ну, я согласен, да, я согласен, да, по поводу, ну, вопрос прозвучал, ну, вернее, даже возражение, то, что бизнес бывает разным, согласен, да, то есть, но, смотря сейчас динамику, да, тоже, сколько, скажем, закрывается компании, да, сколько закрывается фирм, сколько закрывается, скажем, ну, индивидуальные предприниматели, скажем, у нас отдельный разговор, да, по поводу того, что, скажем, ну, просто приходится им закрываться, да, то есть, создали именно такие условия для развития, что приходится закрываться, То есть это опять же отдельный разговор. Если даже у вас есть хорошая какая-то идея, в любом случае просто так стартануть с нуля, либо с минимальными затратами, увы, не получится. Открыть какой-то самый минимальный даже бизнес, я не знаю, по продаже, допустим, даже тоже интернет-магазин, чтобы было с чего, скажем, опираться, минимум пятерка нужна. То есть пять тысяч – это примерно с чего можно будет стартовать в надежде на то, что ей будут деньги на какую-то операционную деятельность, закупить товар у поставщика. Про какие-то большие скидки, объемные от поставщиков я молчу. То есть такими деньгами вряд ли что-то получится закупить, но что-то можно будет сделать, плюс на какую-то рекламу, на развитие и так далее. Но важно понимать одно, то есть какой бизнес. Если мы бизнес ориентированы, скажем, на рядовых покупателей, на ритейл обычный, то, как вы видите, если когда случается кризисная ситуация, когда, собственно, сжимается экономика, покупательная способность падает от людей. То есть люди не готовы тратить деньги. Можно, наверное, по себе ощутить, допустим, когда раньше без проблем можно было пойти, скажем, в город и потратить довольно-таки существенную сумму денег, особо не переживая. Сегодня многие пересматривают эти моменты. То же самое касается и расходов на все остальные нужды. То есть если рынок сужается, то, естественно, бизнес также страдает. То есть если мы ориентируемся на основных, на наших граждан, то есть как покупателей. Вот, если там ориентироваться, скажем, на экспорт и так далее, ну, это уже вопрос тогда, опять же, по поводу порога входа в этот бизнес. Это явно бизнес, экспортный бизнес, это явно бизнес с крупным капиталом, да, то есть с мелкими деньгами делать там просто нечего. Все касается как онлайн бизнеса, так и оффлайн. Это первый момент. Второй момент, это тоже, опять же, то, что я вам чертил в начале, скажем, квадран, да, так, Роман пишет, гласит свое мнение бизнеса MLM, бизнес прямых продаж, порог входа маленький. Ну, по поводу, сейчас-то, да ладно, уже отвлечемся, да, по поводу MLM бизнеса и так далее. Тут мнение, конечно, двоякое у меня, да, по поводу этого бизнеса. Почему? Потому что вся идея построена, можно сказать, на обмане, да. Ну, на обмане я в кавычках беру, то есть не то, что тебя там нагло обманывают, да. Это касается, скажем, компаний, у которых есть реальный продукт или услуга, потому что очень часто по этой схеме работают мошенники, в простонародье говоря, пирамиды, да, у которых нет ни продукта, ни услуги, да, но они, по сути, выплачивают вознаграждение, скажем, своим старым клиентам за счет привлечения новых клиентов, да. Это чистая пирамида, я их сразу затякаю. Если брать сетевые, там, какие-то компании, пусть та же косметика, пусть там еще что-то, у них есть продукт, да, услуга, которая действительно что-то стоит, но стоимость этой услуги, она в разы меньше, да, той цены, по которой ее продают, да. То есть, проще говоря, если там в косметике какую-то вещицу вам предлагают, там, через MLM, да, по этой сети, я вам даю гарантию, да, что она раза в три дешевле стоит той цены, по которой вам ее продают, плюс аналоги. Естественно, все это дело сдабривается тем, что это уникально, это уникальные разработки, да, там, не знаю, там, молоко каких-то коровок, которое питается травой в альпах, только там с утренней росой, да, или еще что-то, вот, ну, это маркетинг, чистой воды маркетинг, и, по сути, ничего более, да, то есть, ну, в принципе, если это работает, если есть спрос, люди покупают, то, ну, пожалуйста, да, то есть, все остальное, как бы, очень двоякое мнение по поводу, там, добавок всяких, да, то есть, по поводу прочего, то есть, ну, в любом случае, я, допустим, ну, сколько мне не предлагали в какую-то эту, я условно, секта называю вступить, да, то есть, я всегда отказывал, и товары тоже я через MLM не покупаю, почему, потому что ничего достойного, да, там, там не предлагают, то есть, все можно купить либо аналоги в разы дешевле, да, либо просто-напросто откровенное барахло, да, то есть, то, что предлагают, вот, ну, это мое видение, как просили, так и рассказал, да. Да, дальше возвращаемся к нашему, скажем, бизнесу, да, то есть, опять же, порог входа будет существенный, второй момент, то, что в любом случае, вам придется этим бизнесом заниматься самостоятельно, да, то есть, придется, собственно, либо какие-то операционными моментами владеть, либо так далее, по сути, инвестиции назвать сложно, если вкладывать в чей-то бизнес, да, опять же, вопрос, как это все будет работать, на каких условиях, да, гарантии возврата, гарантии прибыли, как будет делиться прибыль, прозрачность тоже теряется, да, потому что все зависит от компаньонов, то есть, опять же, вопрос, либо вложить и постоянно стоять, что называется, со спалкой, да, и требовать отчеты, там, операционку какую-то смотреть, но это еще намного сложнее, чем просто самому вести бизнес, поэтому тоже вариант, что называется на любителя, да, то есть, может такое быть, опять же, я, ну, то, что здесь перечислено, да, то есть, я не говорю, что это все плохо, да, это можно, это работает, это действительно приносит деньги, да, то есть, ну, мы, скажем, выбираем для себя что-то более лучшее по критериям, да, то есть, чтобы вы не поняли, что я там, будете рассказывать, что вот я там сказал, что бизнес, там, ерунда, ничего не приносит, нет, ни в коем случае, то есть, все это дело работает, Единственное, что мы смотрим со стороны, как простому человеку, например, влиться в эту струю, попасть в эту струю. Давайте посмотрим инвестиционные фонды, ETF, PIF и так далее. Сразу по поводу порога входа тоже. Порог более-менее еще разумный, но насчет доходности. По поводу тех же ETF и так далее, которые торгуются, фонды. Там получается, чтобы не соврать, процентов 12-17% годовых это максимум, что получается. Те же PIF, знаю, многие PIF просто с убытком сработали за год, то есть под управление. Это такой момент по поводу доходности и по поводу, собственно, опять же, оперативности, то есть тех критериев, по которым мы сравниваем. Я имею в виду ввода-вывода денег и так далее. Есть защитные периоды, когда вы деньги вывести не сможете, то есть от полугода и года в зависимости от условий. То есть если вы ввели на год, то вы можете вывести деньги только с огромными штрафами до половины ваших инвестиций. То есть вложили 20 тысяч, если вам резко понадобились деньги, им их надо вывести, то с десяткой можете распрощаться, что называется. Еще вопрос задают, в какой бизнес лучше инвестировать средства. А вот сейчас мы плавно к этому подойдем, Евгений, да, шучу, конечно, но сейчас мы пройдемся. Я просто скажу свое видение на текущий момент, да, что есть. То есть по поводу тех же там, ну, и PIF, да, то есть, но некоторые фонды, ну, те же, допустим, американские, у них основной критерий, скажем, стабильности работы, да, то есть прибыльности, ну, вернее, успешности определяется как. То есть смогли они по доходности индекс обогнать S&P 500 или не смогли, да, то есть все. То есть если больше индекса заработать, значит, они крутые. Но, как правило, больше половины зарабатывают меньше, чем просто S&P 500. То есть, грубо говоря, достаточно просто купить индекс там, да, либо фьючерс на этот индекс и держать его за год, вы заработаете больше, чем этот ETF фонд, да, с кучей управляющих и так далее, с оборотами там миллиарды долларов, да. То есть, ну, здесь, опять же, на любителей, опять же, довольно-таки не самая распространенная услуга у нас вообще на нашем пространстве. Те же ETF-ки, да, те же PIF-ы, ну, PIF-ы, по-моему, гремели там, может, лет 7 назад, 8, да. То есть была активная реклама шла, а потом люди поняли, что, ну, полная ерунда, да. То есть, возможно, в качестве там диверсификации можно куда-то вложиться, но, опять же, незначительной суммой и с определенными оговорками, да. Да, я думаю, с фондами понятно, да. Дальше, давайте, образование, знание, да. То есть здесь, ну, как бы это инвестиция, да, надо понимать одно, да, то, что отдача будет не сразу, да, но однозначно это самая лучшая инвестиция, которая вообще может быть, да. Почему, то есть, потому что, как бы, образование, знание, навыки, опыт и так далее, да, это все дело, скажем, это самое лучшее инвестиция, потому что отдача, ну, в разы, да, больше вложенных средств. То есть это понятно, но, опять же, надо с умом, да, то есть три докторских степени, там, по какой-нибудь дисциплина вряд ли вас делают миллионером, да, там, либо вы, там, будете кандидатом наук в какой-то сфере. То есть надо понимать образование здесь немножко в другом ключе, да, то есть в том же случае и самообразование, да, то есть здесь это идет в каком ключе, там, приобретение, там, новых книг каких-то, да, возможно, посещение каких-то семинаров, да, возможно, посещение тренингов и так далее, то есть в этом ключе. То есть если вы, там, просто закончите, получите два высших образования или три, ну, не знаю, Я знаю, допустим, лично несколько товарищей, которых два высших образования, три высших образования. Ну, спрашиваешь, что тебе дало это? Ну, диплом дало, и что? Возможно, это как бы еще одна строчка в резюме, если вы будете устраиваться на работу. Вот у меня три высших образования. Но не более того, каких-то фундаментальных знаний, каких-то других знаний не прибавилось абсолютно. То есть человек как был на одном уровне, так и был, просто у него расширился лексикон из разной сферы. То есть там где-то словечки, там какие-то словечки и так далее. То есть образование надо понимать в таком ключе. Развитие каких-то навыков, либо получение каких-то конкретных специальностей. Ну, даже если тоже образование брать, тоже обучение торговли на рынке, на форекс, на фондовом рынке или так далее. То есть это тоже можно расценивать как инвестиции в образование, инвестиции, собственно, в знания. Какие-то знания вы в любом случае получите, а дальше уже зависит от вас, сможете вы их развить дальше, либо не сможете. То есть сможете воспользоваться этим или не сможете. Ну, в любом случае, однозначно образование, знания, отличнейшая инвестиция. Единственное, что она в наш список не совсем вписывается. Почему? Потому что все деньги, допустим, которые у нас есть, вряд ли мы будем инвестировать в образование. То есть плюс ко всему, опять же, от нас здесь требуется непосредственное участие. То есть учиться надо. А многие из нас этого не хотят, вспоминают уже себя. Что рассказывают, что показывают, было как-то все равно. И очень туго воспринималось, особенно если это неинтересно было, либо я не понимал, зачем это надо в данный момент. То есть никто не говорил на перспективу. Вот, например, объясняйте какой-то предмет. Никто не говорил, что через 5 лет ты сможешь с этим столкнуться, когда ты будешь заниматься тем-то, тем-то и тем-то. То есть никто не говорил, вот просто сухо давали и все. Идем дальше. Давайте. Дальше. Драгоценные металлы, да, то есть что за драгоценные металлы, опять же, касаемо нашей Беларуси. Да, это слитки золота, серебра, по-моему, платину не продают, да, золото, серебро, если не ошибаюсь, слитка. Все бы ничего, если бы не один момент, да. Во-первых, цена на золото, как мы знаем, довольно-таки сильно уже просела, но и даже это не вписывается. У нас в Беларуси 20% НДС, который мы платим. То есть, по сути, спред на покупку и продажу металла будет 20% от стоимости, да. То есть, если мы купили слиток, например, за 1000 долларов, да, то продать банку мы можем его за 800 долларов только. 200 долларов мы теряем, можно сказать, на дичайшем спреде. Поэтому, ну, для нас это вообще не актуально. В России примерно то же самое. Спред дичайший, и чтобы металлы выросли, это нужна, не знаю, какая-то катастрофа глобальная, да, и потом после Третьей мировой войны будете с кубышки доставать золото, да, и будете, собственно, продавать. Единственное, как бы, чем хорош, скажем, золото, да, то есть те же металлы, это на очень долгосрочную перспективу, там, в разрезе, ну, 15-20 лет, плюс это мобильность, да, то есть то, что можно там перевозить эти слитки, можно где-то их там прятать, и так далее, и тому подобное, можно передавать через поколение, да. Но, опять же, не знаем мы, что будет через, там, 50 лет более ценно, да, то есть как некоторые читают, там, предсказания и так далее, что вода будет дороже золота, да. Возможно, есть смысл сейчас запасаться водой питьевой, будто ли можете закапывать их где-нибудь, да, но это так, шутка, конечно же. Но в целом все может быть, и не знаем мы, что будет больше цениться, да. Сюда же в металлы можно добавлять и драгоценности, да, то есть, ну, драгоценности. То есть какая-то ювелирка, там, золото, бриллианты, да, и так далее, и тому подобное. Опять же, то есть, там, бриллианты, какие-то драгоценные камни и так далее, рассматривать на то, что они вам принесут много очень денег, нет, это скорее средство для сбережения ваших средств, допустим, в те же какие-то сложные времена, да, то есть во времена, там, Первой мировой войны, во времена, там, даже Второй мировой войны и так далее, когда люди эмигрировали, да, то есть, там, те же драгоценности, камни, они могли спрятать в очень небольшом, скажем, ну, шкатулке и так далее, просто с ними уехать, да, вы же не заберете с собой дом, например, который вы построили, да, или машину, автомобиль, или еще что-то, да, ну, а тот же бриллиант можно, допустим, забрать, да, то есть, и часто ими даже расплачиваясь, просто как в ходу было, потому что какие деньги в ходу непонятно было, да, то есть, а те же там бриллианты, либо драгоценные камни, их можно, в принципе, везде продать, да, то есть, такой момент был, то есть, здесь, с точки зрения того, что мы заработаем, вряд ли, с точки зрения того, что сохраним, это первый момент, второй момент, по поводу, конечно же, стоимости, да, то есть, сколько стоит, то есть, понятно, что мелкие камни, они, даже мелкие стоят, ну, довольно-таки солидные суммы, во-вторых, как их правильно купить, да, чтобы вас не обманули, чтобы вам там правильно все посчитали, их правильно оценили, опять же, оценка камней и драгоценных субъективно, да, то есть, в зависимости от того, как ювелир их оценил, столько он и даст денег, то есть, два человека, два ювелира, они могут в разную стоимость оценить один и тот же камень, да, опять же, скажется, где правда, да, то есть, могут специально занизить цены и так далее, то есть, ну, на самом деле, очень сложный момент инвестирования, да, и здесь, скорее, если вам по наследству что-то досталось, ну, тогда, да, сохраняете и дальше приумножаете, но не более того, вот, дальше, что у нас тут остается, антиквариат, искусство и так далее, да, по поводу искусства тоже, наверное, видели вы многие интересные картины, да, когда там три линии нарисованы, за них давали 50 миллионов и так далее, то есть, что, опять же, очень субъективное мнение насчет того, насчет каждого предмета искусства, да, то есть, вы можете купить какую-то статуэтку, да, там, не знаю, кучу денег за нее вывалить, да, но потом, во-первых, вы не сможете быстро-набратно конвертировать ваши инвестиции в деньги, даже если она, например, подорожает, вам надо найти на нее покупателя, то есть, товар жутко неликвидный, да, то есть, не каждый готов там за какую-то безделушку выложить достаточно крупную сумму денег, то есть, это надо, во-первых, еще найти. Второй момент – это то, что, ну, во что инвестируют, то есть, надо иметь вкус, надо разбираться, скажем, в этих тенденциях, да, то есть, в искусстве, там, картинах, там, еще в чем-то, да, и тогда инвестировать, то есть, опять же, надо на этим жить, да, то есть, те, кто коллекционеры собирают, они, можно сказать, этим живут, прекрасно разбираются, то есть, если я завтра, например, пойду, решу купить картину, да, мне продадут какую-нибудь мазню автора, который на улице продает свои картины, да, и там могут любую цену назначить, почему, мне придется купить, потому что я не знаю истинной стоимости этой картины, там, или еще чего-то, да. То же самое антиквариат, да, какие-то вещи, их, опять же, очень сложно сбыть, нужны ценители, нужно находить ценители, это не ликвидные вещи, да, даже если, там, скажем, где-то в среднем вы видите, что по рынку, там, такие-то произведения подорожали, да, опять же, все зависит от того, как это произведение оценят и сколько вам готовы предложить реальных денег, да, то есть, если вам предложат в половину меньше, да, то есть, ну, неизвестно, то есть, очень субъективный момент, субъективный подход и очень тонкая инвестиция, да, вот, тут инвестиция только какая, да, если оценивать, скажем, на прошлый опыт, вот те картины, которые были написаны 500 лет назад, сейчас в цене, да, но у нас столько времени нет, чтобы получить какую-то дивиденду с этих инвестиций, это, во-первых, во-вторых, ну, ценится, конечно, картина известных авторов, да, но хотя в чем измеряется гениальность, там, художника или так далее, нет никаких критериев, да, почему вот одного автора считают гением, да, изобразительного искусства, а второго, ну, ну, да, рисуешь, ну, хорошо, рисуй дальше. То есть, опять же, никто, ну, не может сказать, то есть, очень жесткий субъективизм, да. Дальше, опционы, да, то есть, по поводу классических тех же опционов. Очень напоминает фондовый рынок, плюс, опять же, опционы в том, что можно, можно зарабатывать как вверх, так и вниз, да, я говорю сейчас о опционах не бинарных, я говорю сейчас о классических опционах, классический опут, классический окол, да, то есть, там стратегий опционов очень много. Ну, опять же, один минус, наверное, большой-большой минус в том, что нужны навыки, да, нужно уметь, собственно, работать с этим инструментом. То есть, просто прийти и там купить или продать, да, то есть, это недостаточно. Стратегий там очень много, там и продажи без покрытия опционов, и можно и пуд продавать, и колл продавать, да, то есть, опционы. На самом деле, я очень сильно плаваю в этих понятиях, никак не доходят руки разобраться. Могу сказать одно, что очень сложно, но если осилите, да, то можно получать довольно-таки хороший доход, причем в некоторые моменты, ну, практически гарантированный доход, да, то есть, на некоторых тех же стратегиях опционных можно практически гарантированный доход получать, да. Кто-то, говоришь, там, что 30% годовых делает, кто-то 50, да, кто-то больше, но понятно одно, да, что надо очень сильно разбираться, это, во-первых, во-вторых, опять же, порог входа, ну, на опционы достаточно высокий, да, то есть, в зависимости, конечно же, от срока экспирации, через сколько он истекает, через год он истекает, либо через полгода, в зависимости от объема, в зависимости от базового актива вашего опциона, то есть, либо в акции, либо фьючерсы какие-то покупаете, да, то есть, здесь тоже все очень сильно на этом завязано, так что по опционам штука хорошая, но, опять же, надо разбираться. Дальше, финансовые рынки, да, то есть, вот плавно переходим, скажем, не то, что тут, скажем, настаивают и так далее, да, то есть, просто с плюсов, ну, опять же, торговля на тех же фьючерсах, акциях и так далее, да, по поводу акций, фьючерсов, тоже форексов, валютами, можно сказать одно, опять же, нужны навыки, да, то есть, надо уметь, то есть, независимо от того, чем вы торгуете, то есть, если вы умеете торговать и понимаете рынок, вы будете одинаково успешно торговать и акциями, и фьючерсами, и валютами, и опционами, и всем на свете, да, вот, ну, единственный плюс, скажем, не единственный, какие плюсы вообще работают, то, что, ну, во-первых, порог входа, да, то есть, порог входа небольшой, то есть, если брать тот же форекс, да, ну, от 10 долларов, понятно, что это не серьезная сумма, это для обучения, но, в целом, для того, чтобы приступить к торговле на реальные деньги, более чем достаточно, да, а следующий момент, это, скажем, прибыль, да, то есть, какая прибыль, прибыль может быть самая разная, да, от минуса и до плюса, да, все опять же зависит от умений и навыков, то есть, ну, тут секрета никакого не будет, да, что не так-то просто зайти, скажем, и зарабатывать сразу с рынка, да, то есть, сразу взять и оседлать, да, то есть, сделать там 100% в месяц и больше, вот, но в любом случае, здесь огромнейший, ну, просто жирный плюс, да, это перспектива, то есть, перспектива работы, если вы научитесь работать, да, на, в этой сфере, в финансовых рынках, то, в принципе, это и обеспечит вам доход, вне зависимости от того, что происходит за окном, да, растет рынок, падает рынок, там, безработица, инфляция, неважно, что будет происходить, да, то есть, если вы зарабатываете, там, допустим, тысяча долларов с рынка, да, ежемесячно, то вам абсолютно все равно, какой курс в обменнике, да, то есть, он там 20 тысяч рублей, как у нас в Беларуси, либо там 80, как в России готовится, либо так далее, да, то есть, вам абсолютно все равно будет, независимо от того, там, на спад идете вы, на злю, вот, дальше, следующий плюс в чем, это в оперативности, да, то, что мы можем влиять, скажем, на наш доход, на нашу прибыль, да, то есть, можем, скажем, увеличить объемы, можем сократить объемы торговли, да, можем, собственно, ну, вовсе сделать паузу, это никак абсолютно не отразится на нашей торговле, на нашей деятельности и так далее, ну, опять же, минус встается в том, чтобы, скажем, надо уметь все это делать, да, то есть, если получается торговать, замечательно, одни плюсы, а если только впервые слышали, да, то, естественно, большой минус, да, то есть, как научиться, опять же, возвращаемся к пункту 6, да, образование, знания, вот, можно с этого, в принципе, и начинать, но есть, скажем, еще один момент, да, скажем, как все-таки обуздать финансовые рынки, как на них научиться зарабатывать, да, то есть, есть возможность, скажем, инвестировать в других людей, да, которые разбираются в торговле, которые торгуют и у которых, ну, хотя бы получается торговать, которые, собственно, делают какую-никакую прибыль, да, то есть, в данном случае на Форексе у нас это называется сервис пам-счета, да, когда можно инвестировать, собственно, в управляющих, ну, либо же других, скажем, сферах рынков, доверительного управления и так далее, да, то есть, чем хороши, скажем, пам-счета, да, то есть, что это такое, когда мы инвестируем в пам-счета, мы инвестируем не в рынок, мы инвестируем не в валюты, да, мы не инвестируем, там, в золото, не в нефть, не важно, чем торгуют, по сути, мы инвестируем в людей, да, то есть, люди, которые занимаются торговлей, которые занимаются трейдингом, да, то есть, о чем, скажем, плюсы инвестирования с точки зрения ПАМ-счетов? Первый – это, опять же, порог входа. То есть порог входа всего 10 долларов. 10 долларов, я думаю, есть, наверное, у каждого. Следующий момент – это то, что это действительно инвестиция. То есть мы не работаем, мы не занимаемся какой-то деятельностью. Если мы вкладываемся в ПАМ-счет, то торгуют, собственно, управляющие данного ПАМ-счета. То есть мы не принимаем никакого посредственного участия. Мы можем работать дальше, как работали, на работе, учиться. Либо кто-то без работы, такое тоже бывает. Либо еще где-то уехать куда-то. То есть наши деньги, которые мы инвестируем в ПАМ-счета, они будут работать независимо от нас, независимо от нашего участия. То есть помните, когда я приводил пример по поводу работы по найму. То есть у нас есть доход, пока мы работаем, пока мы ходим на работу. То есть как только мы не ходим на работу, денег нет. То есть месяц работаем, деньги есть. Если потом месяц не работаем, все, денег у нас нет, у нас источник дохода иссяк. То есть нет ничего. А здесь же реально налицо момент инвестиций. Это то, что деньги будут работать независимо от того, как мы это принимаем. Да, и в следующий момент, в чем, скажем, плюсы инвестирования в ПАМ-счета, это то, что возможно, скажем, оперативно управлять средствами. То есть деньги не заморожены. Вот вывод денег буквально на часы идет. То есть можно с утра деньги ввести, вечером деньги вывели обратно и, в принципе, все. Либо часть прибыли, либо всю прибыль вывели, оставили деньги. То есть либо вовсе ничего не выводили, то есть реинвестируйте деньги. В любом случае, как бы можно всегда деньги вывести в любой момент, причем без штрафов, без пений, без каких-либо, скажем, нарушений и так далее. То есть решили деньги инвестировать, значит день, месяц, значит месяц, неделя, значит неделя. Что-то не понравилось, сразу вывели деньги свои и все, и забыли. То есть следующий плюс в чем, в том, что мы видим результат, как работают наши деньги онлайн 24 часа 7 дней, неделю. То есть вся отчетность, вся система абсолютно прозрачна. Мы видим, сколько заработано, сколько потеряно, если неправильно вложились. То есть мы можем сопоставлять, вообще анализировать ситуацию, мы можем анализировать различные показатели, которые есть по амп-считам, и принимать уже решение о том, надо либо что-то менять, не надо менять и так далее и тому подобное. Следующий момент это то, что, как я уже сказал, управление инвестициями идет в онлайне. То есть в режиме онлайн, то есть не надо никуда ездить, не надо не подписывать какие-то договора, соглашения, и так далее и тому подобное решать какие-то вопросы. То есть все в онлайне можно сделать через личный кабинет. Дальше. По поводу доходности. То есть доходность может быть самая различная. Опять же, может достигать 100% в месяц, 200% в месяц. Все зависит, конечно, от инвесторских навыков. Ну и плюс от жадности. То есть жадность тут, по-моему, самый решающий фактор. Правильно подобрать ПАМ-счета, выбрать, соответственно, это одно. Но другое дело справиться со своими эмоциями, жадностью и так далее и тому подобное. Конечно же, всегда хочется делать, скажем, деньги и побольше денег. Так, задает вопрос Андрей. Какие минусы есть у ПАМ-счетов? Сейчас я расскажу про минусы. То есть плюсы, минусы, все это дело, конечно же, расскажем. То есть не бывает ничего такого на 100% гладкого. То есть то, что есть, скажем, одни только плюсы. Пока, скажем, с положительной стороны. Следующий момент, когда мы работаем в ПАМ-счета, я уже говорил, мы вкладываем не в рынок, мы вкладываем в человека. То есть как этот человек справляется с рынком. То есть как он обучился. То есть в первую очередь, когда мы анализируем ПАМ-счета, нам надо анализировать человека. То есть как он работает, как он справляется с рыночными ситуациями. Насколько он владеет вообще понятиями рынка. Насколько он его понимает. Как он вообще относится к риску. То есть именно человек анализирует. То есть достаточно, скажем, немножко, вернее, легче, нежели сам рынок анализирует. То есть можно человек посмотреть, сделать выводы вообще. Дальше, следующий момент, когда я говорил, можно разнести наши инвестиции, диверсифицировать. Такое слово интересное. То есть что это значит? Это значит, что можно, скажем, инвестируя сразу в нескольких управляющих. Для чего это сделано? То есть если мы инвестируем только в какой-то один ПАМ-счет, в одного человека, то есть все люди, то есть людям склонны, что эмоции, ошибки и так далее и тому подобное. То есть даже те же роботы и те дают сбои. То есть бывает, что человек не заладил из торговли. Бывает, что нарушил правила, бывает, что ошибся и так далее и тому подобное. Соответственно, чтобы не зависеть от этого человека и от воли судьбы, можно так сказать. Бывает, что человек просто психанул и слил полсчета. Такое тоже бывало и встречалось с этим. Поэтому есть возможность инвестировать, например, в 5, 7, 10 ПАМ-счетов. Таким образом мы разносим риски. То есть если, скажем, один просел, дал какой-то минус, соответственно, остальные за счет остальных можно как минимум нивелировать этот риск. Можно выйти в плюс. И наоборот, если там все делают плюс, замечательно, прекрасно. Плюс есть возможность также эти деньги управлять суммами, распределять суммы. То есть кому-то больше денег, кому-то меньше в зависимости от стиля торговли, в зависимости от результата, в зависимости от успехов, в зависимости от возможности, какой торгуется и так далее. То есть дальше, следующий момент, в чем в ПАМ-счетах, это то, что низкий шаг. То есть, как я говорил, уже минимальный счет 10 долларов, а дальше хоть по доллару добавляйте. Что это значит? Это значит, что если только как только появляются свободные деньги, свободные средства для инвестирования, неважно какая сумма, вы можете их опять же пустить, скажем, на инвестиции. То есть там 10 долларов, 20, 15, 100 долларов. То есть таким образом можно сказать, что ПАМ-счет можно использовать вообще как копилку, то есть как накапливать. То есть выбрать каких-то консервативных управляющих и просто на протяжении года запрасывать деньги, сэкономленные, не знаю, на чем, на сигаретах, на пиве. Если вдруг кто-то решил отказаться от вредных привычек, то в принципе можно делать и так. К концу года у вас появится какая-то сумма, которая у вас всегда сквозь пальца уходила и просто рассыпалась. То есть мало просто положить, скажем, деньги в копилку, лучше всего ложить так, чтобы они работали. То есть чтобы эта копилка работала и приносила прибыль, приносила доход. То есть можно, соответственно, так наращивать деньги. Дальше спрашивали по поводу минусов ПАМ-счета, и, конечно, есть минусы ПАМ-счета какие. Это то, что если, скажем, на работе мы можем только заработать, то есть мы заработали деньги, либо не заработали, то в ПАМ-счетах мы можем еще эти деньги и потерять. То есть появляется еще третий момент. Но, опять же, надо внимательно, скажем, уделять время, то есть по правильному подбору ПАМ-счетов, правильному анализу ПАМ-счетов, чтобы этого не случилось. То есть понятно, что все управляющие торгуют по своим системам, по своим моментам, соответственно, используют какие-то свои наработки. И не бывает такого, что человек все время торгует только в плюс. То есть когда-то бывают просадки, когда-то минусы. То есть рынок, финансовый рынок, он именно так и функционирует, что он деньги не создает. То есть рынок, он деньги распределяет. То есть если, скажем, на рынке было 100 тысяч долларов, то 110 тысяч долларов их не станет. Просто эти суммы распределяются, скажем, теми, кто выиграл, те, кто проиграл. Если кто-то получает убытки, то отдает тем, кто, соответственно, делает прибыль. То есть прибыль, по сути, на рынке состоит из тех денег, которые люди, скажем, теряют. То есть кто-то теряет, а кто-то находит. Поэтому, собственно, ожидать, скажем, беспросветного роста, либо то, что всегда будет какой-то плюс, не стоит. Поэтому, собственно, я и говорю про диверсификацию, про правильный отбор памп-счетов. То есть как их выбирать, как их анализировать, собственно, как составить портфель себе памп-счетов. То есть об этом все можно поговорить. Ну вот, собственно, были такие плюсы. По поводу, скажем, памп-счетов. Сейчас давайте посмотрим, чуть подробнее покажу. Я обычно люблю показывать вот этот момент. То есть конкурс «Успешный инвестор». То есть сколько зарабатывают люди в данном конкурсе. То есть, по сути, это инвесторы в памп-счета. Это доходность за месяц сделанная ими. То есть сколько можно зарабатывать за месяц на памп-счетах. Понятно, что это надо иметь, скажем, ну не знаю, какие колоссальные знания, навыки, везения. У многих так есть. А чтобы показывать такую доходность, ну это то, что люди действительно зарабатывают. То, что действительно, скажем, идет в плюс. Да, можно почитать о каком-нибудь. Давайте попробуем. Ну, так вы же правильно сказали, что кто-то теряет и кто-то в это время зарабатывает. Поэтому в этой игре с полевой суммой всегда будет победитель. Вопрос. Немножко больше надо построить. А, это все, к сожалению, с нашего проектора. Да, да. Вопрос, вернее, тоже возражение, да, из нашего, скажем, студии, да, что кто-то будет победителем, а кто-то будет в проигравших. Да, совершенно верно. Но момент здесь в другом. По поводу доходности, да. То есть одно дело, если человек зарабатывает, там, скажем, ну там 3%, 5%, да. То есть и другое дело, когда получается делать, там, ну, сотни процентов в месяц. Да, то есть такая возможность существует. Понятное дело, что кто-то будет, скажем, в выигрыше, кто-то будет в проигрыше. Такого не бывает, да, что все резко стали победителями. То есть это и понятно, да. Но я вам и не говорил, да, что здесь гарантия доходности, что здесь 100% вы заработаете, да. Я вам показываю возможность, сколько можно заработать, и что для этого надо делать, да. То есть, скажем, что от вас потребуется, например, для того, чтобы начать инвестировать, да, что от вас потребуется для того, чтобы там наращивать свои какие-то инвестированные, инвестерский счет и так далее, да. Просто показываю, что, ну, это не вымысел, да, это действительно возможность. Есть точно так же, как и среди трейдеров, да. Кто-то, скажем, делает 1000% в месяц, даже больше делает роботами, то есть видел, в какой момент. А кто-то, ну, теряет там уже очередной, скажем, юбилейный депозит, да, кто-то там 10-й, 15-й и так далее. То есть это как бы, ну, в реальности, да, это реальность, реальность жизни, это не вымысел, это, скажем, не просто там какое-то приукрашивание, да. Ну, в любом случае, как бы, можно почитать, да, то есть, ну, без меня на сайте почитайте, да, доходность инвестиций почти 600%. То есть, ну, круто. Понятное дело, что здесь, да, когда мы говорим, скажем, о такой доходности высок, надо понимать и то, что риск здесь будет тоже зашкаливать, да. То есть правило, как бы, экономики, закон экономический, он не зыблен. То есть хотите выше доходность, то есть терпите выше риски, да. То есть чем выше доходность, тем выше риски, ну, и наоборот, да. То есть, по крайней мере, в такой зависимости они находятся. Вот, соответственно, если говорить там о бешеных процентах, да, то, естественно, и риски будут пропорционально увеличиваться, да. То есть самая, скажем, главная ошибка, ну, вообще, тех, кто начинает инвестировать в спам-счета при отборе. Вот кто подскажет, может, кто в курсе. Вот у всех просто повально встречается. Ну, наверное, вкладывают в одного и двух управляющих. Второй момент – это выбирают самую максимальную доходность и смотрят на историю. Вот, совершенно верно. Ответ прозвучал, да. То, что, ну, первый момент – это то, что, во-первых, в кого-то одного, да, вкладывается, ну, либо двух. И второй, ну, вернее, даже второе бы на первое место, что смотрит сугубо доходность, да, то есть, которая получена, чем больше, тем лучше, да. То есть, нету, скажем, ну, понятия вообще посмотреть, как эта доходность была получена, да. Так, Павел вопрос задает. Сейчас я отвечу на ваш вопрос, расскажу, да. То есть, надо понимать, да, стоит ли, скажем, связываться с этим счетом или нет. Если доходность, например, риск в каждой сделке 100%, да, то есть, получена доходность, то в каждой сделке вы можете потерять абсолютно все, да. Это один момент. Второй момент, ну, насколько, скажем, эта доходность постоянная и стабильная, да. То есть, бывает момент, когда, ну, откровенно везет на рынке, да. То есть, пошло просто движение, рост, вот стали большим объемом, позицию, и просто-мапросто проехались на движение, человек сделал там 300%, например, за час, и сразу что? У него включается режим бога, да. То есть, все, я сейчас рынок точно так же сейчас обратно съеду и еще 300% сверху, да. То есть, такие случайности, они как раз-таки людей и заводят в ступор, да. То есть, человек смотрит, ого, там, 200% за месяц, а он уже, не дочитав условия, там, не рассмотрев график, он уже мысленно умножил свою сумму на 200%, сколько он получит в следующем месяце, и уже половину потратил виртуально где-нибудь там, да, то есть, куда он уже поехал отдохнуть, то есть, еще не инвестировал, да. То есть, вот это самая, ну, распространенная ошибка. То есть, просто где больше, да, туда и идут, соответственно. Вот, по поводу вопроса Павла, да, какой механизм памп-счетов против краш? Ну, вопрос хороший, да. Да, это касаемо, скажем, всего механизма работы памп-счетов, да. То есть, памп-счета, они сделаны таким образом, что сами деньги, да, то есть, средства, они хранятся на вашем инвестиционном счете, они никуда не переводятся, никуда не выводятся. То есть, по сути, вы и только вы можете этими деньгами оперировать в плане ввода, вывода, там, перевода и так далее, да. Управляющий трейдер может только совершать сделки, скажем, на эти деньги, но не более того. То есть, если посмотреть, например, вернуться, там, лет на 8 назад, когда, там, 10, когда было доверительное управление в моде, да, то есть, когда памп-счетов еще таковых не было, только зарождались. А, по сути, допустим, я инвестор, нашел там где-нибудь по интернету, по знакомству трейдера, да. Он мне нарисовал там на листике, в фотошопе первой версии свой отчет, да, да, я подумал, все классно, дал ему, например, там, 20 тысяч долларов, вот, налом, да, то есть, деньгами, да, в управление, мы какой-то договор подписали, не подписали, там, даже если подписали. У трейдера, да, сразу первая мысль, какая в голове возникает. Вот, а зачем я буду торговать, если вот они, 20 тысяч долларов, если буду торговать, мало ли еще потеряю деньги, а так вот они есть, да, и все, соответственно, уезжал куда-нибудь далеко и надолго, либо просто далеко, да. Вот, соответственно, поэтому, да, ввели такой механизм памп-счетов, что деньги, они, по сути, у вас хранятся, вы никому их не передаете. То есть, управляющий говорит, хочешь торговать, да, вот тебе деньги, на, торгуй, да, то есть, а дальше уже система, сама площадка, она, соответственно, и прибыль делит, да, потому что тоже раньше возникали вопросы, какие, потому что управляющий, если сделал какую-то прибыль, то с инвестором особо не спешил делиться, да, то есть, как правило, занижали очень прибыль, делали 20%, говорили, там, что 5, 7, 10%, да, то есть, чего толк не было, ну, скажем, такие лихие годы, да, то есть, в этом бизнесе тоже были такие моменты. Поэтому, в принципе, в памп-счетах в сервисе, в самом, все прозрачно, все видно, все очевидно, да, да, вопрос еще. Да, конечно, я сейчас, ну, не то, что риски, да, можно смотреть вообще, как идет торговля. По поводу истории сделок, на пожелание управляющего, ну, 99,9 закрывает историю, то есть, почему, я думаю, объяснять не стоит, да. Риски можно посмотреть, в принципе, то есть, только по графику, да, только можно сказать. Сейчас я покажу, в принципе, да, то есть, ну, примерно. Вопрос зашел по поводу общей рисков, да, как их там в памп-счетах оследить и так далее, да. Ну, вот зайдем в рейтинг, да, я хочу просто показать один счет, про который... Можно здесь света меньше сделать, или, может, не будет, да, если видео, наверное, пострадает. Ну, к сожалению, да, то есть, по поводу то, что сейчас на проекте, это максимум, потому что я уже крутил неоднократно. Слабая лампа, она скоро будет заменена, да, могу обрадовать. Вот, допустим, один памп-счет, который на протяжении нескольких месяцев возглавлял топ рейтинга, да, 3 миллиона практически долларов, да. А я, по-моему, по поводу вот этих хвостиков практически на каждом обзоре предупреждал, да, то есть, чем заканчиваются вот такие лесенки, да. Ну, это еще мягко, да, то есть, потому что, возможно, будет лучше. Как смотреть, скажем, риски, да, у нас есть торговля, да, у нас есть используемое кредитное плечо, да, то есть, мы можем смотреть, то есть, во-первых, как идет торговля, да, то есть, здесь, ну, явный Мартингейл, почему бы, смотрите, потому что счет в течение дня торговой сессии, он впадает в просадку, да, но управляющий все-таки, ну, за день там его выводит, да, но выводит каким образом? То есть, смотрите, во все дни такие, да, то есть, максимальное кредитное плечо, ну, не максимальное, но больше нормы, больше среднего, вот здесь, например, было 80, да, кредитное плечо. Если в обычные дни у него там 20 максимум, да, кредитное плечо на сделке, то здесь было, собственно, 80. Что это значит? Это значит, что как только получился какой-то убыток, да, то есть, управляющие наращивают риски, то есть, наоборот, не сбрасывают риски, да, чтобы как-то мягко выйти, плавно, а наоборот, наращивают риски, чтобы резко выйти, то есть, так называемый Мартингейл, да. Вот, то же самое было в последние дни, плечо уже 103 было, да, то есть, сегодня плечо 138, да, то есть, вот такое крутое пике, но было хуже, да, но уже, видимо, отбивает. То есть, если прошлый день тоже посмотреть, было плохо, но удалось выйти. Возможно, там сегодня, к сегодня, к концу дня, да, то есть, выровняется, счет выведется, но, по сути, да, то есть, обращать внимание надо, собственно, на использование кредитного плеча, да, то есть, в какие моменты он используется, да, можно смотреть, ну, допустим, те же... Можно? Да, вопрос. Можно имя... Ростов. Ростов, да. Ну, Ростов, да, то есть. Можно показать, что рано или поздно счет был вчера, как это было с Invisible? Вроде бы был в Утопии, а сейчас... Он 170 сейчас какое-то место или 144-е. По поводу, ну, на счет показателей, таких счетов, на самом деле, много было, да, то есть, как бы, тоже принцип Мартингейла. Тут показательность, скорее, не в этом, да, я хотел показать, к чему, да, то, что вот такой, когда идет рост плавный, да, то есть, ну, и сумма, как бы, вы видите, почти 3 миллиона долларов, да, то есть 281, ну, 2820, почти 3, да, 2800, то есть. Довольно-таки крупная сумма, это, опять же, по поводу, как люди отбирают ПАМ-счета, да, то есть, на что они ориентируются. То есть, доходность была, там, на уровне 500%, да, и плюс смотрят просто, что доходность идет, там, каждый месяц, да, но никому в голову не приходило вообще посмотреть, как по дням доходность шла, да, то есть подумать вообще, как торгуют управляющие, да, то есть за счет чего. Ну, благодаря, скажем, вот этим графикам, да, то есть можно смотреть, ну, можно их укрупнять, да, то есть можно смотреть по дням, можно ориентироваться, скажем, ну, там, за день, да, выше, ниже, да, то есть можно смотреть, открывать терминал торговый, в принципе, смотреть, какие были движения, да, очень часто, допустим, ну, я был, налопчился, что одно управляющее, я просто, ну, даже, наверное, угадывал сделки, на чем он заработал, да, то есть видно, там, ну, много управляющих, например, вот было, там, в декабре, по-моему, когда евро, там, на 500 пунктов улетел вверх, да, когда все ожидали, все собирались его продавать, что скоро паритет, вот он уже почти-почти-почти дошел, вот тут бах, там, на 500 пунктов улетели после заседания ЕЦБ, да, то есть у многих управляющих, там, за этот день доходность дневная, там, плюс 30%, плюс 40, там, плюс 50, а у многих, соответственно, были минуса, причем такие солидные, там, по минус 20, по минус 30, да, то есть можно смотреть, кто торгует новости, кто не торгует новости, да, кто, собственно, ну, что использует, какие инструменты, да, кто, как себя ведет на 3 дня, то есть если видно у кого-то, там, плавные подъемы, спады, да, то есть, ну, не бывает 100% прибыльных сделок, вернее, бывает, но тоже, опять же, по другой технологии, когда управляющий сделкой пересиживает просто, да, то есть в чем идея, например, идея в том, что цена все равно к какому-то равновесному значению рано или поздно вернется, да, то есть и рассчитывать, например, что могут пересидеть, там, тысячу пунктов движения вверх или вниз, да, но если цена пройдет на тысячу и один пункт, да, то вы получите стоп в тысячу пунктов, да, если получите, ну, скорее всего, это потом обнуляет, собственно, счет, да, и таким образом, по статистике управляющих, получается, там, 99 прибыльных сделок, да, и одна убыточная, и эта одна убыточная обнуляет просто-напросто весь счет, да, то есть такие моменты, вот, про эти моменты, об этих моментах я, в принципе, буду говорить на курсе, собственно, по PAM счет, называется «Личные финансы 2.0», зарабатываем на PAM счетах, да, то есть в феврале будет курс для рассчитан на инвесторов, по сути, подробнее рассмотрим, ну, вообще, скажем, расскажу все, что знаю, да, по поводу того, как торгуют управляющие, на что обращать внимание, про фишки, да, которые используют, как их, собственно, читать, как, собственно, ну, инвестировать, да, как анализировать, как, ну, в принципе, все, что знаю сам, да, с тем с вами поделюсь, будет заточен, в принципе, на практические моменты, именно на практику, будет домашнее задание, где постараемся, собственно, для каждого собрать какой-то портфель, да, под суммы, под запросы, по цели, собственно, проверим этот портфель, да, чтобы человек мог сам объяснить, почему он именно этот PAM счет выбрал, да, то есть на чем он вообще, на чем его мнение основывалось, то есть если там доходность, да, там сразу двойка ему, там, или еще что-то, ну, стоит подумать, потому что одно дело, когда сам, да, когда сам что-то делаешь, да, то есть сам можешь себя похвалить, либо поругать, абсолютно все равно, да, другое дело, когда кто-то со стороны видит, смотрит, может указать на ошибки, естественно, это, ну, конструктивная критика, да, и она очень хорошо, здорово воспринимается, по крайней мере, помогает расти, помогает, собственно, посмотреть, что делаешь не так, да, так что, в принципе, в феврале следите за расписанием, будет курс, так что можно будет поработать, также будет тренажер для инвестора, да, то есть это экселевский файл, по сути, сделал, скажем, там несколько моментов, там еще, конечно, работы много, много различных функций будет, ну, первая версия, скажем, немножко такой, ну, как бы не то, что демо-режим, можно протестировать вообще свой портфель по времени, да, то есть посмотреть, отбалансировать его, посмотреть, собственно, как он будет работать, да, с такими параметрами, с этими, то есть посмотреть доли по счетам, посмотреть вообще риски, да, то есть у меня здесь на ноутбуке файл не стоит Excel, да, у меня стоит OpenOffice, OpenOffice все сковеркал, единственное, не очень красиво тут получилось, да, плюс еще экран узкий, да, но в любом случае, то есть есть, ну, примерно так, в графическом отображении можно смотреть, да, плюс по счетам можно видеть анализ вообще по счетам, так, сейчас я покажу диаграммки, да, ну, то есть как вот шла прибыль, допустим, да, то, что видим, что весь период 30 дней практически был в минусах у счета, только один день в плюсе, да, то есть какие дни была там получена большая прибыль, да, в какие дни просадка получена по дням, собственно, по процентам, да, плюс можно будет, ну, еще добавятся различные показатели сюда, да, то есть можно смотреть, в какие дни, скажем, какой день был лучше, какой хуже, смотреть даты, да, и, ну, вообще выбирать, какие, скажем, происходили события, какие были движения, собственно, можно, ну, с некоторыми управляющими, что называется, познакомиться очень близко, да, то есть узнать вообще, как они торгуют, что они торгуют, какие движения, то есть, ну, говорю, в принципе, откровенно, некоторых практически, ну, узнавались движения, да, на чем были заработки и сопоставимые заработки, то есть такое было, да, вот, ну, и портфель, да, то есть по поводу портфель позволяет, скажем, смоделировать различные ситуации, да, задать критерии просадки, задать, собственно, вознаграждение управляющего период, посмотреть, как будет меняться прибыль, да, то есть портфель рассчитан на 20 счетов, на 10 счетов, да, то есть, ну, на 20, вернее, счетов, можно больше, можно меньше, а можно, собственно, будет смотреть, как все это устроено, как все это работает. По крайней мере, можно прогнать, скажем, на истории, да, довольно-таки хороший аналитический инструмент, то есть не надо ничего думать, не надо будет загонять, скажем, формулу, да. Вот, вижу вопрос в чате, Андрей задает вопрос, если управляющий вошел в сделку, то ее остановить сможет только он или я тоже, да, сейчас отвечу, Андрей, сделку остановить сможет он, но вам сделку останавливать не надо, вы можете деньги вывести в ближайший руловер, да, то есть есть такие отрезки времени, руловеры называются, когда можно деньги заводить в ПАМ, и когда деньги можно выводить из ПАМ, да, то есть один руловер в сутки обязательно бывает, а дальше уже по усмотрению управляющих. Вот смотрите, тоже ПАМ счет, да, там тоже Тростов, да, давайте вот домучим уже, ну вот руловеры, да, у него руловеры каждый час, то есть если он зашел в сделку, да, то вам все равно, то есть что там с этой сделкой, если вам нужны деньги, вы подаете заявку, и деньги у вас выводятся, да, в ближайший руловер, то есть каждый час можно завести, каждый час можно вывести, да, есть с управляющих, у которых руловер там два раза в сутки, там три раза в сутки, да, то есть в любом случае еще до того, как инвестировать в ПАМ счет, до того, как заходить в него, можно, собственно, просмотреть, удовлетворять ли условия по вводу-выводу, да, если, например, один руловер только в день, да, ну на самом деле немножко боязно заходить, хотя опять же надо смотреть, как торгуют управляющие, да, если он очень консервативно торгует, ну пожалуйста, один, так и один руловер, то есть абсолютно никак не имеет значения, вот, и тогда уже можно будет принимать какие-то решения. Дальше еще от Андрея вопрос, ПАМ счет управляющие им работают год-полтора и потом исчезают, с чем это связано? Могут быть самые различные причины, да, то есть самая, скажем, красивая причина это о том, что они зарабатывают много денег и отходят от дел, да, но это красивая, скажем, причина, ее можно было в книжках написать, но вообще причин на самом деле может быть превеликое множество, да, то есть может быть, соответственно, какие-то сложности при работе с ПАМ счетом, возможно, что поменялись рыночные условия, эта система уже не работает, да, возможно, просто многие управляющие используют какую-то рыночную неэффективность и ее используют, да, то есть как раньше, например, очень часто было, ну, развито в азиатскую сеть, она была очень низковолатильная, да, ну, принято было там хорошо скальпить или пипсовать, довольно-таки хорошие плюсы давать, то есть цена стояла на месте, там плюс-минус 5 пунктов входило, да, то есть хотя сейчас за азиатскую сеть 100 пунктов может пробежаться запросто, да, вот, то есть, соответственно, используя какую-то неэффективную систему, была построена на этой дырке, скажем, рынка, да, то есть рано или поздно рынок, он все неэффективности устраняет, то есть вопрос только когда времени, да, либо кто-то там торговал раньше гэпы, которые, ну, почти 100% закрывались, сейчас, например, не 100% закрывается, либо еще что-то, возможно, поменялись ситуации, да, могут быть какие-то личные предпосылки закрытия счета, да, то есть, ну, не знаю, может, переезд куда-нибудь, хотя это вряд ли, да, то есть, ну, я не могу точно привезти, да, может быть, ну, не знаю, там, нежелание работать, да, хотя вряд ли, если кто-то, скажем, занимается этим, да, то это как бы, ну, любимое дело, это не хобби какое-то, это, ну, скорее надо рассматривать трейдинг, да, это именно как, ну, дело всей жизни, только тогда можно какую-то прибыль зарабатывать. Если идти в трейдинг ради денег, то, ну, может, что-то получится, но, скорее всего, вряд ли что-то получится, да, то есть, причин, на самом деле, почему они не исчезают очень много, да, могут, собственно, открываться другие счета, то есть, одни счета закрываются управляющим, открываются другие, да, там, молодые, чтобы начать историю заново по счету, да, то есть, если пошли какие-то косяки на счете, то есть, там, какие-то просадки, убытки и так далее, да, то есть, могут счет закрыть, открыть просто новый, по-моему, счет, а нам кажется, что управляющий исчез, хотя он не исчез, он просто открыл новый счет, да, то есть, этот счет, мы видим, принадлежит этому управляющему. То есть, ситуация, на самом деле, может быть, ну, при великое множество, можно от, скажем, фантазирования, да, до реальных фактов, то есть, такие моменты. Дальше, вижу, набросали вопрос в чате, сейчас пишем, да, то есть, опять же, Роман, по поводу сделок, если у управляющего открыта сделка, я заказал вывод, да, ничего страшного, ну, почти все наши управляющие, которые в Альпари торгуют, у них есть автоматический корректировщик позиции, да, и все риски соблюдать, то есть, если заложен риск на отделку, например, там, 5%, а если вы выводите деньги, да, то есть, там, часть позиции какой-то просто прикроет автоматический корректировщик позиции, то есть, ну, абсолютно не страшно, да, если раньше, например, ну, либо кто отказывается, вручную торгует, им надо следить вообще за состоянием средств, баланса и за выводами, да, если, например, у счета есть крупные инвесторы, там, например, 20% от депозита держит, да, счета, если этот крупный инвестор заказывает вывод и у вас нет корректировщика позиции, то могут быть, конечно, последствия не самые лучшие, да, то есть, возможно, даже маржин колл словить, да, то есть, вы открылись там на все, что есть, но в целом это проблемы самого управляющего, он за это, скажем, за торговлю получает вознаграждение, процент от прибыли, поэтому он должен следить и, собственно, вовремя реагировать на это, но, опять же, повторюсь, 99% управляющих все используют автокорректировщики, то есть, это скрипт, который сам, собственно, и прикрывает позиции, это по поводу открытой сделки, да, нет, совершенно верно, то есть, это скрипт, который в самом торговом терминале. А он корректирует позицию уже по факту вывода, я так понимаю, то есть, он видит, что количество средств уменьшилось и сразу там закрывает часть. Ну, точной детали я не могу сказать, да, как он работает на 100%, но вообще, как бы, ориентировочно, да, с скрипта, он сейчас доработан, да, что доработали, я не знаю, и насколько знаю вообще из общения с инвестиционным департаментом, возможно, это просто скоро будет вшито в саму платформу, то есть, что, ну, чтобы избежать вот этих, скажем, недоразумений, да, то есть, и так сказать. Ну, да, я вот хотел сказать, единственное решение проблемы просто один раз руловер сутки, когда, например, если активная сессия американская идет, да, на вечер, то руловер, например, запланировать на утро только, то здесь уже, опять же, надо трейдеру, да, крутиться, вертеться, да, то есть, есть кто-то позиционно торгует, то есть, ну, в принципе, да, вот, ну, в любом случае работают, то есть, это, ну, если не вели, наверное, есть на то свои причины, то есть, ну, это не просто, да, допустим, если я себе взял на терминал какой-то скрипт скрипал и все, да, другое дело это сделать на уровне компании, то есть, это и продумать все риски, которые могут быть, и ответственность компании, да, раз она предлагает, значит, она должна нести ответственность за все продукты свои, вот, дальше вопросы, от Романа, опять же, вопрос, вывод в ролловер происходит автоматически с помощью площадки или управляющий сам выводит средства по заявке инвестора, может управляющий проигнорировать заявку на вывод в ролловер, выводится автоматически платформа и управляющий абсолютно никак не влияет на этот момент, Женя отписал тоже в чате, да, то есть, такие моменты, то есть, деньги сами выводятся, ну, не может там управляющий, да, не отдать вам деньги, то есть, сказать, нет, подожди, вот сейчас сделаю, да, а потом отдам тебе деньги, нет, то есть, все платформа управляет, скажем, в том и плюс, да, то есть, платформа в чем? То, что есть прозрачность, да, есть, как бы, расчет, независимо там от желания управляющих, да, там, хочу выводить, не хочу, я там в просадке, я сейчас не могу ввести, да, ну, если честно, меня как инвестора мало волнует, там, в просадке ты или сейчас на тренде, да, то есть, мне нужны деньги, допустим, и будь добр, верни, да, то есть, поэтому, собственно, и возвращают управляющие деньги. Дальше, касаемо безопасности, самый важный, наверное, вопрос пам-счетов, это аудит пам-счетов, да, компания Аль-Паре, она провела независимый аудит пам-счетов, в компании, там, я помню, как называется, что-то Baker Russian Rusaudit, как-то так, сейчас мы посмотрим, да, главное, скажем, ну, моменты, заключения, можно тоже ознакомиться, да, то есть, кто совсем уж скептик, можете, в принципе, подать заявку в Baker T или этот Rusaudit, да, спросить, действительно ли был отчет, да, номер отчета, они вам вышлют, в принципе, могут на бланке, естественно, за деньги только, да, то есть, вышлют вам. Но, в любом случае, аудит был проведен, вот, основные моменты, какие компания хотела, скажем, этим аудитом осветить, да, осветить то, что все пам-счета, это реальные пам-счета, то есть, это не какие-то, скажем, искусственно созданные компании-счета, дабы, скажем, оперировать деньгами людей, да, то есть, нехороший опыт с другими компаниями был уже, да, когда просто фейковые счета, фейковые управляющие и показывали там на протяжении нескольких лет, а вообще без просадок торговали, да, то есть, совершенно верно, это был завуалированный ответ, но кто в теме, тот знает, да, то есть, как все работало и как до сих пор люди не могут вообще разобраться, живут маленькой надеждой, да, то, что вот может вернется что-то, да, ну, на самом деле надо списывать, надо вообще счет, да, заводить как бы в бухгалтере счет убытки, там, я не знаю какой счет, просто списывать их на этот счет, вот, соответственно, поэтому основная цель стояла именно показать, что это настоящие счета людей, а то, что это реально управляющие, это клиенты Альпари, это не сотрудники, это не какие-то подставные лица, это реальные люди, да, то есть, живые люди, напомню, любой клиент абсолютно компании может стать управляющим, есть, скажем, навыки, есть умения, есть желание подавать заявку, торгуйте, показывайте результат, получайте, собственно, прибыль, да, плюс также была, скажем, цель подтвердить того, что все деньги, да, ну, реальные были денежные переводы, то, что все деньги, которые там на пам-счетах, они есть, на них документы, да, то есть, какие пополнения, там, через банк, карточку и так далее, вход, выход денег, да, то есть, это не просто там, как в Excel взял там файле, добавил, там, 100 тысяч на счет закинул, да, и там отображается сумма, нет, это реальное пополнение, это денежное пополнение, собственно, всех клиентов, ну, и плюс того, что все, скажем, показатели, которые на сайте, они рассчитывают согласно заявленным формулам, то есть, доходность считается именно так, как заявлено, то есть, не подкручивается, не накручивается, не округляется, да, а именно по той формуле, которая заявлена, просадка также отображается, как и заявляли, да, то есть, все показатели, которые, ну, были, скажем, спорные, да, то есть, если, например, очень жесткий скептик, да, я могу сказать а это в ваш сотрудник торгует а это вы просто деньги вот подкрутили сегодня 2 миллиона завтра 5 миллионов накрутить себя там либо еще что-то нет то есть это все как бы реально деньги были вот вопрос еще в чате задает дальше роман так задавал же не пояснить пожалуйста параметр нисходящий риск как по нему правильно ориентироваться но к сожалению в двух словах я не смогу пояснить почему потому что надо разбираться для того чтобы вам осветить этот параметр вам надо рассказать еще несколько параметров то есть сожалению они под спочки связаны то есть вот поэтому могу об этом рассказать скажем какое-то другое время до либо же на курсе в принципе могу осветить но могу сразу сказать одно что это не ключевой параметр на который стоит ориентироваться да то есть на самом деле из скажем там четырех там показателей можно составить более 30 просто индикаторов да то есть там умножает делить их складывать по возрастающей да то есть взвешивать средне взвешенные составлять то есть можно там логарифмы их считать что только не делается да то есть но это синтетические показатели они если честно скажем притянуты больше ну к тому что они просто есть то есть какую-то объективную картину они слабо освещают поэтому я на них тоже больше внимания не заостряю да то есть важно понимать для успешного инвестирования что мы инвестируем не в рынок мы инвестируем в человека мы вкладываем человека вот и от этого надо уже дальше отталкиваться то есть как он работает там его тактика и так далее а не какой-то трехэтажный индекс дат который рассчитан и которые там может учитывать момент а может не учитывать то есть поэтому к сожалению про не могу рассказать про инвестирование дальше по поводу антрея сам торгую или инвестирую я сам торгую но уже скажем ищу моменты до для инвестиций почему потому что ну надо скажем какую-то подушку все равно имеет то есть одна голова хорошо ну а несколько десятков голов лучше вот дальше в один вопрос к вопросу расчете рейтинга почему пом счет занимает только 211 место но могу сразу сказать почему да то есть у нас есть в рейтинге формула да когда мы заходим там счет у нас есть справка да в рейтинге вот заходим справку и у нас есть формула до расчета рейтинга то есть какие показатели на что влияют да и можете в принципе сами найти причину да то есть почему скажем именно 211 место в рейтинге но в любом случае влияет здесь что здесь влияет доходной здесь влияет просадка здесь влияет даже процент вознаграждения который берет управляющий за свои услуги да также возраст может влиять может время влиять то есть любом случае формула сложная и как правило опять же насколько знает беседы да с ребятами которые создавали этот сервис основная идея дать скажем объективную оценку счета почему потому что а пом что в рейтинге самые разные самые различные есть которые там по пять лет работали да и работают но допустим их основная прибыль была сделана за первый год работы последний год у них там болтается плюс-минус два процента да то есть на протяжении года то есть его тоже в рейтинг например вверх засунуть а не совсем правильно потому что это его былые заслуги да но с другой стороны есть пом счета которые сделали основную доходность только за последний месяц да вот они как бы тоже должны какой-то вес иметь но опять же что если они там полгода 11 месяцев показывали нулевые результаты либо отрицательны за месяц резко пошли в гору это тоже еще ни о чем не значит поэтому в рейтинге старается сгладить эти все моменты чтобы не было такого разброса либо был пом счет до который в четырнадцатом году в конце года на рубле да ну название тоже знаю многие наверно в курсе как он называется да назывался торговали валютной парой доллар рубль и там сделали пять с чем-то тысяч процентов этот счет очень долго болтался в рейтинге хотя последние там полгода да то есть показывал просто отрицательную доходность очень сильно просел да но вот из-за этой свечки по доходности да он залез в рейтинг и просто но толкнул скажем более перспективные более скажем актуальные счета вот дальше что пишут по поводу виталия можно ли корректировать график доходности до график доходности можно корректировать сделками да то есть если вы получаете прибыль либо убыток соответственно идет корректировка графика самому как-то повлиять на график доходности но вы никак не повлиять то есть если положительные сделки до график доходности будет расти отрицательный будет падать то только такое влияние то есть как-то подкрутить да либо ну сделать скажем доходность положительную показать нельзя до чего нельзя сказать скажем о других параметрах да то есть опять же буду на курсе рассказывать как управляющие подкручивают общую статистику да как увеличить процент прибыльных сделок да то есть как увеличить скажем профит фактор да то есть как увеличить там еще несколько показателей да хотя торговля идет точно так же как шла например очень простой пример вообще да то есть чтобы вы понимали о чем будет идти речь как увеличить количество прибыльных сделок да у вас получилась одна хорошая сделка вы зашли например одним лотом вместо того чтобы эту сделку закрыть и один лот вы закрываете 100 сделок там по 001 001 лоту да вот у вас будет 100 прибыльных сделок элементарно да то есть всего лишь один тренд у вас сразу 100 прибыльных сделок и ваша статистика прибыльных сделок будет стремиться к 100 процентов но по сути реально вы сделали все лишь одну сделку один трет всего лишь вот и все то есть таких скажем тонкости да ну при великое множество к сожалению а не сразу до них доходишь но когда доходишь сразу что называется это же элементарного цен да как я сразу не догадался то есть об этом тоже буду рассказывать на курсе как не вестись на такие ну скажем попсовые индикаторы да там тоже там профит-фактор еще там довольно таки сложные индикаторы когда рассчитываются и людям пока да вот посмотри какая у него омега да все надо вкладываться в этот счет а нет есть нюанс вот так что будьте внимательны дальше вопросы задают максим связи с чем связано пополнение торгового счета почти моментально происходит а снятие довольно долго ну во первых все зависит от того каким способом пополняется торговый счет в какое время да то есть и зависит вообще от работы отдела платежей да то есть лучше всего этот вопрос задать именно им да по поводу пополнения потому что я скажем почитаем не владею да то есть пополнение не могу сказать но можно также еще раз вопрос там придумать свою версию да но я не стану это делать то есть я бы мог придумать того что там например проводится например проверка да чтобы сверить все ваши реквизиты чтобы отправить деньги именно туда куда надо вам да то есть чтобы именно сразу вам вот то есть такие моменты могут быть но что на самом деле да лучше все таки процессе на банковский но немного занимает времени либо еще что да то есть но здесь надо все и сугубо индивидуально да если вас опять же беру какой-то конкретно вопрос по вашему да то есть именно ваш вопрос пишите payment собакаль париру и спрашивать да то есть такого числа пополнял такого числа выводил в чем связана задержка то есть они вам ну более правдоподобную версию расскажут чем я сейчас буду выдвигать только версии просто свои да дальше вопросы дмитрий вот и вывод в определенное время по ролловером но здесь я так понимаю был вопрос касаемо пополнения торгового счета а не пам счета да то есть это то что сегодня хотел рассказать вот завершаем мы принципе наш сегодняшний скажем клубный день немножко пообщались помозговали да какие есть идеи скажем инвестиций кстати вот мне кто идея дна на выходных не давала покоя да по поводу посмотрела фильм где там бутылка вина там 45 года и так далее вот думаю я сейчас купить конец виски и коньяка да да в ящики лет на 50 оставить внукам интересно будет ли они что-нибудь стоить в будущем либо не будут да то есть можете тоже такие идеи подумать да то есть купите ящик коньяка какого-нибудь лет через 20 20-летняя выдержка ну либо 25 если уже пять звезд да может какой-нибудь ресторан у вас и купит либо кафе если они еще рестораны и кафе к этому времени будут возможно будем есть что-нибудь из тюбиков и закусывать коньяк там коньяк будет в твердом виде да то есть есть такой да вопрос я хотел просто предложить вам скромно предложить еще в этот список внести я абсолютно не реклама говорю партнерство с альпари почему трейдеры выигрывают трейдеры проигрывают а вот партнерская программа это мой опыт конкретно хорошая возможность вот образование и знаний если превратить в день в том числе он связан с онлайн бизнесом то есть всегда будет выигрывать в рот он получает комиссию и за прибыльную сделку и за убыточную и партнер хорошей компании с хорошей репутацией продать сейчас уже на это не так актуально как было года три или пять назад сейчас уже много и конкурентов и уже оптимизация по-другому в интернете осуществляется но я думаю что это очень ну отлично то есть отлично дополнение до партнерская программа партнерка сейчас расскажу да по поводу партнерки вот спасибо замечание было отдельно до добавить сюда список насчет инвестирования дать партнерские программы нас касаемо альпари то есть есть два вида партнерских программ собственно либо по трейдингу да то есть когда вы рекомендуете услуги нашей компании да и брокер вам с оборота собственно вашего клиента выплачет определенное вознаграждение то есть это честно справедливо так вы тратите свое время так вы проводите также рекламу компании да соответственно и получать вознаграждение и есть партнерская программа по пам-счетам здесь уже зависит конкретно условия от самого управляющая пам-счета да то есть насколько он готов делиться с партнерами от прибыли то есть вы можете договариваться есть партнер по привлечению называется да когда а вы рекомендуете опять же какой-то конкретный пам-счет либо список пам-счетов у вас может быть там десять управляющих да все десять вы партнеры в него и соответственно в зависимости от прибыли которую получил собственно управляющий да от этого человека на эти средства выплачет вам определенный процент то есть некоторых моментах действительно хорошо в каком плане очень часто бывает так да то есть покупаете вы хорошую вещь да и сосед запас спрашивает где купил а где можно мне там а что расскажи как что да то есть вы рассказываете советуете да почему бы за счет этого еще не получать дополнительное вознаграждение то есть ну абсолютно скажем хороший момент да то есть а как уже будете скажем работать с партнерской программе да то есть но здесь все зависит от вас да либо у кого-то какие-то скажем навыки есть да либо по прямому инвестированию сарафанное радио да либо ресурсы создавать партнерские да кстати если вы заметите да то наверное 99 процентов ресурсов о форекс и все они завязаны все на партнерке то есть тем или иным брокером хозяева до владельца этих ресурсов скажем завязаны и собственно за счет рекламы именно их и работают эти ресурсы то есть каких-то ресурсов скажем содержательных да не завязанных на рекламе единицы меньшинство да в основном основной источник дохода до вот этих ресурсов это именно партнерские программы вот то что собственно хотел сказать если у кого-то в онлайн еще есть вопросы тогда пишите мы подытожим тогда сегодняшний семинар пообщались собственно называется обмозговали варианты до сегодня время достаточно нестабильное вот вот скажем будет третья мировая война да то есть еще что-то золото либо платину либо оружие до либо пули закупать патроны то есть инвестировать во что тут вариантов много да а ну вообще по поводу скажем тоже ходила одна шутка да что вы будете делать если завтра скажу что ну завтра будет конец света да и один брокер горит он брокер трейдер горит я я буду собственно продавать все индексы что есть да то есть а потом подумал сказал но если я продам то что мне их откупать будет да вот если конец света так что называется всегда есть выход всегда есть надежда вот ну в любом случае стоит пересмотреть скажем свои планы инвестиционные до посмотреть ресурсы знаю что многие из нас население наше особенно консервативно да то есть старается вкладывать скажем в то что видят то что можно потрогать да хотя это не всегда прибыльно иногда даже убыточно то есть примеры можно привести до недавнего времени у нас беларуси был очень скажем популярный объект инвестиций это автомобиль да то есть многие покупали автомобиль и ждали что через год-два его можно продать дороже ну как минимум по той же стоимости то есть время показала опыт показал что это не самое лучшее вложение и в принципе даже так вот так что делайте выводы в любом случае главный скажем друг и враг инвестор это время да то есть в инвестициях всегда надо время поэтому чем раньше мы приступаем чем раньше мы начинаем тем скажем ближе будут те отдаленно скажем перспективы которые могут быть да то есть можно сидеть десять лет да и потом решится скажем инвестировать сказать вот если бы я десять лет назад там вложил деньги особенно актуально для пожилых людей да то есть принципе но есть чему у них поучиться часто расскажут вот если бы я там 25 лет назад положила в банке эти несчастные 100 долларов на счет да то сегодня было бы там миллионером да был бы миллионером но так то на так но что мешает вам сегодня пойти да и положить там эти деньги в банк то есть сберкассу сберкнижку пожалуй куда хотите да вот ну принципе ничего не мешает либо начать просто инвестировать пусть даже маленькие суммы на в основном психология какая я буду инвестировать будет у меня миллион долларов вот тогда и буду инвестировать пока нету ну значит не надо инвестировать то есть наоборот надо начинать сейчас малого и в принципе со временем что-то и получится что-то и будет да вот откуда например как устроена скажем пенсионная система в сша да вот это накопитель на когда скажем работодатель да он сам эти деньги пенсионный фонд постоянно наращивать и соответственно когда человек входит на пенсию он получает довольно-таки солидные суммы ну скажем в зависимости того как работал какие были отчисления да от нескольких десятков тысяч долларов до ну до сотен и миллионов долларов да в зависимости от того как работали как работал этот пенсионный фонд все это дело накапливается и можно будет распоряжаться поэтому и пошло да то есть улыбчивые пенсионеры американские потом в кругосветки плавают и ездят да кажется всю жизнь работала работала и получил собственно долгожданную пенсию да вот поэтому надо собственно думать сейчас надо собственно по крайней мере начинать уже действовать что-то да понятно что будут где-то ошибки будут где-то промахи то есть не без этого все устроено да но в любом случае к этому надо стремиться вот еще несколько вопросов по поводу виталий если партнерка в альпари да в альпари есть партнерка есть партнерка и по памши там я только что рассказываю есть партнерка и по трейдингу ну и артем сразу задает вопрос как заработать ну собственно надо работать и заработок не заставит себя долго ждать вот напомню что можете вы просмотреть запись на ютюбе на канале альпари и также постараюсь вложить в группу вконтакте но это будет не раньше понедельника сегодня пятница надо уже идти что называется инвестировать до отдыхать вот поэтому всем хорошего дня всем хороших выходных набирать сил набирать терпение решимости да будет у вас как раз таки в понедельник чтобы начать жизнь с понедельника нового да все его ждут всегда чтобы что-то начать да как раз таки уже даже новый год начался да то есть многие откладывали там на вот с нового года начну ходить спортзал брошу там прохи плохие привычки начну больше зарабатывать начну учиться начну инвестировать начну там развиваться начну бизнес начинание при великое множество было да поэтому ну новый год да то есть уже почти начался уже новый но начало еще понедельник да то есть середина месяца вот поэтому можете собственно и уже хоть что-то начинать хоть первые какие-то шаги поэтому всем хорошего дня всем окончания до хороших выходных и до встречи в понедельник кого какие еще вопросы есть что-то а и Продолжение следует... Продолжение следует...